Полдома было смесено. Не было просто. Людмила Черепанова живет в поселке Цветы Алтая 40 лет. Такой хаос на ее глазах здесь впервые. По всему населенному пункту раскиданы деревья, оборваны провода. Про посадки на огороде можно забыть. Два дня у жителей нет воды и электричества. В поселке Цветы Алтая больше всего не повезло хозяину этого дома. За минуту на его участок упало более 20 деревьев. Разрушен забор, система отопления, задетый гараж, баня. Причем жильцам приходится вывозить деревья за свой счет. И им страшно представить, сколько денег придется вложить в этот дом, чтобы восстановить его. Людей не видно вообще. Макс, а ты сейчас я плачусь. В этот вечер не обошлось без трагедии. В момент бури мужчина, управляющий краном, уводил многотонный груз от Ленинского проспекта и до последнего момента не покидал кабину. К сожалению, кран рухнул, а рабочий скончался. Машина задела часть крыши дворца бракосочетания. Обычная прогулка на теплоходе едва не обернулась катастрофой. Спустя 20 минут после отправления барракуда врезалась в опору нового моста. Катер понесло по течению. На судне находилось около 160 человек. По словам пассажиров, не всем достались спасательные жилеты. В результате столкновения катера с опорами моста по салону посыпались осколки стекла. На следующий день люди начали обращаться в больницы с отрясениями и обширными порезами. Пал холодильник, прищемил ногу или пальцы, что-то такое. То есть телесные какие-то повреждения были у людей. Кого-то несли под ручки, женщину несли, парень прыгал на одной ноге. А в Центральном парке переполненная сливная система канализации сдалась перед стихией. В самый разгар выпускного вечера на глазах у школьников полились фекалии. Никто из вчерашних учеников не пострадал. Разные были ощущения. Но учитывая, что мы продолжаем поддерживать связь и с учителями, и с организаторами, никаких нареканий. Наоборот, это точно запомнится им выпускной на всю жизнь. До сих пор без воды и электричества остаются некоторые дома в Центральном районе. Кроме города Барнаула, принявшего на себя основной удар стихии, затронуло еще семь муниципальных образований. Более 80 тысяч человек в крае оставались без электричества. Лесоводы предупреждают, что отголоски стихии еще коснутся аграриев. Шквалистый ветер снес около 10 сантиметров почвы. Специалисты добавляют, что жителям региона придется привыкнуть к пыльным бурям. Ну а синоптики сообщают, что в Барнауле разрушительный ураган может повториться 27 и 28 июня. Ирина Корчагина, Анастасия Бертенева, Павел Лаурнин, Александр Антропов. Наши новости.